Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс. О чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Корпорация Google планирует вывести всех своих работников, занимающихся программными продуктами из России. И, как сообщает телеканал REN, решились в компании на такой шаг из-за принятия в нашей стране закона, который обязывает хранить персональные данные граждан на российских серверах. И можно, конечно, сколько угодно кичиться своей самобытностью и независимостью от остального мира, но предел должен быть всему. Инфопресс На протяжении всей минувшей недели интернет обсуждал своего нового героя — кота, который оказался в рыбном магазине в аэропорту Владивостока. Вероятно, оставили его там улетевшие пассажиры. Он же не растерялся и забрался в прилавок с рыбными деликатесами и отобедал на общую сумму в 63 тысяч рублей. Питшество кота зафиксировало камера внутреннего наблюдения. Ролик, выложенный в интернет, собрал уже более полумиллиона просмотров и тысячи комментариев. Как сообщает Вестеру, сам кот пропал, а судьбой его обеспокоились коммунисты Петербурга. Они даже выступили со спецзаявления, в котором отметили, что примут в партию кота, объевшего буржуев на деликатесы. И вот это то, чего не хватало всем политическим партиям страны — котика. Между тем, среди эпатажных российских бизнесменов произошел спор, какой город считать столицей Мордора. Так, пресс-секретарь соцсети ВКонтакте предложил разместить око Саурона в Петербурге, сообщает телеканал РЕН. В начале же минувшей недели появилась информация о том, что объект может появиться на небоскребе Москва-Сити в связи с премьерой последней части трилогии «Толкина Хоббит. Битва пяти королевств». Но мэрия и православные активисты выступили резко против. В итоге объект так-то и не появился. Вообще даже обидно, что за звание Мордора борются только Москва и Петербург. В нашей стране, как ни в какой другой, есть огромное количество более достойных городов. Инфопресс Люди стали откровеннее. Поделился со своими наблюдениями секретарь союза журналистов Владимир Косютин на форуме «Вятка на семи холмах». Далее слова его приводит в твиттере депутат Подостейновской районной думы Алексей Артемов. Люди охотнее делятся личной жизнью, но скрывают взгляды о политике. И ключевое тут скрывают. Удачи в делах. Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс